Медведь в сказках Нам необходимы ножницы, фетр коричневого цвета и маленький совсем кусочек бежевого цвета, хотя можно обойтись без него. Нитки в тон, иголка, пара бусин, лист бумаги и ручка. Это то, что нам с вами понадобится. Мы берем наш шаблончик, который мы сделали с вами уже давно. Основа под пальчик. Берем лист бумаги и при помощи ручки переводим наш шаблончик для пальчика на лист бумаги. Теперь мы берем и к нашему шаблончику нам надо дорисовать, как мы хотим, чтобы выглядел наш Михаил Потапыч. Подумать, какой он у нас будет. Берем и дорисовываем. Я хочу, чтобы мой мишка выглядел примерно вот так. Теперь надо взять ножницы и вырезать из нашего рисунка все детальки, которые мы дорисовали. Это будут наши с вами выкройки шаблоны. Вот что должно получиться. Головушка для пальчика, мордочка, лапка, носик. Теперь мы берем фетр и из фетра мы теперь уже вырезаем все наши заготовочки. Вот что у нас получилось. Две детальки для туловища, пара лапочек, головушка с ушками и из коричневого, светло-коричневого фетра я вырезала мордочку. Вот так вот мы сейчас сразу с вами расположим. Мы начинаем делать как раз с мордочки. Мне захотелось сделать вот такие накладочки, светленькие накладочки на ушки. Располагаем их на места. И вот из совсем маленького кусочка фетра, черного цвета, вот такой вот носик. И останется пришить пару бусинок глазок. Берем нитку, иголку и занимаемся нашей с вами мордочкой. Ну вот, мордочку я собрала. Вот что у меня получилось. Два глазика бусинки я еще приделала. Теперь мы берем наше туловище. Одну детальку накладываем на другую детальку. Лапочку с одной стороны. Лапочку с другой стороны. Берем нитку, иголку и прошиваем по периметру, оставляя не зашитым, только нижнюю часть. А затем пара стежков надо будет прикрепить нашему Михаилу Потаповичу головушку. Ну вот, я все прошила. И вот такой мишка у нас получился. При желании, если вы захотите, можно ему, например, сзади хвостик пришить. Или светленькое пузико. Ну, как это у вас уже фантазия будет работать. Осталось только одеть нашего мишку на пальчика. И можно инсценировать. А какую сказку, я думаю, вы наверняка уже догадались. Мышка у нас есть. Лягушка-квакушка. Зайчик-побегайчик. Лисичка-сестричка. Волчок-серый бочок. И последний персонаж нашей сказки – это медведь. Конечно же, мы с вами можем инсценировать сказку «Теремок». Творите и будьте здоровы! Игорь. Лисичка-серый бочок. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.